Здравствуйте, меня зовут Иванов Юрий Иванович. Я хочу здесь поделиться своими мнениями по работе общественного транспорта в городе Воронеж. Вот сейчас в очередной раз подорожал проезд. И вот мне хотелось бы узнать, вот допустим, сколько новых автобусов купил перевозчик, допустим, ООПТП-4К, директор Кривушина Антонина Семеновна, лично, или учредитель ООО «ОООО «Отдых» плюс господин Хорохов. В этих предприятиях в основном работают частные лица. Называется он привлеченный транспорт. И покупают новые автобусы только они. А может немножко ошибусь, Ну, считаю, что с предыдущего поднятия проезда они не купили ничего. Вот, там это как делается? Постарел у тебя автобус, она подходит и говорит, уходи или покупай новый автобус. Ты мне испортишь коэффициент для тендера. Чем старше автобус, тем у меня коэффициент ниже. И она набирает вот таких частников, типа нас. Вот, ну, я просто расскажу, чтобы люди понимали. А ты очень много читаешь, водитель там за 10 рублей удавится, высадит ребенка. Послушайте, мне это подорожание проезда, как водителю, как владельцу, ничего не дает. Хоть с 3 рублей начиная. Значит, что получается? Вот купил я новый автобус. Или взял его по лизингу. Мне его надо поставить какой-то маршрут. Он очень стоит дорого, я, наверное, беру кредит. Для того, чтобы мне его поставить на маршрут, я иду к перевозчику, зная, что мне, допустим, надо заключить договор аренды с ним. Ну, когда я к нему прихожу, мне подсовывают договор безвозмездного пользования транспортным средством, где написано, что я его содержу еще, эксплуатирую за собственный счет. Ремонт, ГСМ, всякие страховки, глонассы, техосмотры, все на мне. Сам нанимаю водителей, сам плачу им зарплату. И плачу им еще, непонятно, это называется оплата за маршрут, от 25 до 30 тысяч ежемесячно. А что она взамен мне? Ничего. И вот и получается, значит, что на мне вся основная нагрузка. Понимаете? А у нее, не имея собственного транспорта, ну, может, один, два, там, она собирает, вот, допустим, у нее 60 автобусов частных, и каждый ей по 30 тысяч отдает. Вы представляете, какой у нее доход? Вот. А у меня расходы. И все это было замечательно, понимаете, до того, как вели проезд по банковским картам. Что водитель в привлеченном транспорте имеет? Ну, заработал он определенную сумму, ну, пусть 5 тысяч, я не буду говорить. Значит, ему надо после смены автобус заправить за наличку, отдать план владельцу автобуса, у него тоже большие нагрузки, как я уже сказал. А что, что у тебя осталось мелочь, это зарплата водителя. Значит, 28 октября 2019 года ввели проезд по банковским картам. И получилось так, что вся моя мелочь, то есть зарплата, допустим, водителя, пошла на счет предприятия. Здесь я хочу сказать про Воронеж-пассажир-транс. 17-й маршрут, на котором я работаю с 17-го года, до этого я 5 или 6 лет проработал, в 2013-м год в ПТП. Вся, значит, моя зарплата превратилась в бумагу, выскакивающую из банковских терминалов. Все перевозчики в Воронеже решили этот вопрос. Кто безналичной заправкой, кто решил этот вопрос. Покупка запчастей за безнал. Просто секов потом высчитывали и отчасти отдавали. Не решил это только начальник Воронеж-пассажир-транс, который сейчас уволил. Он уже в то время знал, что грядет. Все они это и управление транспорта знали. К нам стало отношение наплевательское. Уходите, убирайтесь, никто вам платить не будет. И 30 декабря, по-моему, не ошибаюсь, после двух собраний забастовал 6-й, 15-й маршрут, какие у них работали, вы, наверное, это помните. Их всех уволили, как говорится, с голым задом. Ничего не отдали. Все обвинили их, хотя директор прекрасно знал, ему говорили, что кто бесплатно будет работать, извините. Вот. И вроде тендер, 17-й маршрут не бастовал. И нас тут 22 февраля, перед праздником, 20-го года, всех с маршрута сняли и уволили в один день. Сказали, вы теперь проданы, как, я не знаю, рабы, в ООО «Отдых плюс». Ну, мы, конечно, уволили без выходного пособия, ничего нам чеки не отдали, эти, какие мы нашлепали, по 200 тысяч на автобус. Если взять примерно 60 автобусов наемных, какие брал, Воронеж посадил сразу, посчитайте. Шестой маршрут вообще, там по 300 тысяч будет на автобус. Мы так посчитали, 12-15 миллионов просто у нас зарплаты прикарманили с этих чеков. Вот. И какая хитрая система? Значит, если ты работаешь на ихнем транспорте, у тебя зарплата официально 25-30 тысяч, они платят за тебя налог. А если ты частник, у тебя зарплата 3,5 тысячи, полставки. Вот. Значит, у меня какие-то деньги есть, я еще ежемесячно за себя вношу в бухгалтерию этого предприятия налог в пенсионный фонд, там, 2210 рублей, по-моему. Вот. Самое интересное, что начальник управления транспорта, у которого мы были, господин Латынин, выслушал нас, мы были у него в администрации на приеме, и сказал, я запрошу директора нового воронча пассажира транса, он мне даст ответ, я вам опережулю. Вот я и получаю. Значит, он, ну, как обычная отписка, что введение банковских карт не влияет на зарплату водителя. Извините, у меня оклад 3,5 тысячи. Вся моя зарплата пошла на счет воронежа пассажира транса. На меня, значит, не влияет. Не влияет она на водителя, который работает на их транспорте. Он как получал, он чеки сдал, это ему внарит. А у меня куда? И вот воронежа пассажира транса, в бытность бывшего директора Трофима Михаила Ивановича, и его зама Горохова Александр Владимирович, это единственный из перевозчиков, который не отдал деньги владельцам автобусов за проезд по банковским картам. Тем более, в таком договоре безвозмездного транспорта, я считаю, что должен быть какой-то общий договор, потому что там указаны только мои обязанности. Финансовая составляющая там полностью отсутствует. Понимаете? Это все устно. Сколько за маршрут, сколько за стоянку мы должны отдать. Наживаются они, эти перевозчики, еще на выдаче ежедневно путевых листов водителям. Понимаете? 250-500 рублей. Сейчас опять увеличат эту сумму. Сейчас, значит, подорожал проезд, платил я 30 тысяч за маршрут, будут платить 40. Что у меня от этого подорожания? Люди никак не поймут. А вот для них хорошо, то они 31 брали, а теперь они с 60 по 40 будут брать. И вот используя чужой транспорт, они получают бурыши, а мы, у нас билет, понимаете, они еще из чеков умудряются свой процент брать за обналичку. И получат, что у меня билет выходит 15 рублей. И я и этих денег не вижу. Понимаете, в чем дело? Из 20-го года мы написали в прокуратуру, мы написали в Следственный комитет, в ОБЭП, были у него на приеме. Одни отписки, и бывают отписки поквартально, слово в слово из компьютера. Вы знаете, как там висит, квартал прошел, такая же слово в слово. И начальник подписывает, или другой начальник. Вот. Ну, просто уже невозможно терпеть. И вот, получилось так, что когда уволили этого господина Трофимова с кресла директора пассажира транса и его зама Горохова, они тут же стали учредителями ООО «Отдых плюс». И мы сейчас там работали. Работали до такой степени. Я пока опять не возмутился, почему по 3-4 месяца не отдают чеки. Ну, понимаете, это бумага одна, ее не в магазин, не в банк, не отнесешь. А они сделали себе задел. Месяц, два, три, а теперь уже четыре. Уже получилось так, что те ребята, которые работали на автобусах в Воронеж-пассажир-трансе, и здесь они уже по 500 тысяч должны. Где они их возьмут? Куда они дели? И следствию наплевать. И УБЭПу наплевать. Понимаете, и вот считают нас, я не знаю, быдлом каким-то, что ли. В какой мы стране живем? И вот этот аппетит. Сейчас пройдет два года, они 50 запросят. Пройдет еще два года. Они 100 запросят за правительство. Но это надо как-то решать. Сделать единый договор аренды, где должно быть все прописано. А то, если ты такой договор не подпишешь, в ихнем варианте, тебя просто на работу не возьмут. И будешь ты стоять со своим новым, золотым, изумрудным автобусом на улице без работы. Вот все, что хотел сказать. Как все это происходит? Сели просто на шею нам, привлеченному транспорту. Взять в Воронеж пассажир транс. Вы посмотрите, они работают до 12 ночи, ну, допустим, два дня. А в 4 ему уже выходить на второй день. Тут не выспишься. Зарплата предела 27-30. Все. А вы поинтересуетесь, сколько у руководства зарплаты, у мелкого механика. У него не меньше полтинника, понимаете? Тот пашет, извините, а этот просто сидит в тепле, какие-то бумажки пишут. Как так? Материальные базы отсутствуют полностью. У них уже калашный ряд стоит из новых автобусов. Они написали, что нет запчастей, потому что они импортные. Ну, как это понять? А то, что там, в этом отдых плюс. Я уже и в транспортную, как КМ-лицезию, выдавал. Говорю, вы приходите на работу. Ну, везде. Это еще по Советскому Союзу видел. Должен быть механик на выпуске. Доктор со своим прибором. Инженер по безопасности. Там ничего нет. Ты приходишь, взял путевку, заплатил за нее 200 рублей. Пьяный ты, без колес, без шпилек, без фар. Ехай куда хочешь. Такой есть пример у автоуслуги АШ. У него владельцы все автобусы свои. Там водитель, только водитель. У него есть лесаря и механика. И все эти растраты, все на нем. И он не бедствует. Понимаете? Ну, может он один такой. Ну, Воронеж пассажир трансу тоже тяжело. Так вы сделайте что-то единое. Как подорожание? Уже газ на 2 рубля. Бах. Запчасти зайдешь в магазин уже на 2 рубля. Бах. Я имею в виду тысячи. То, что вчера стоило 4, стало 6. Газ стоил там 12,80. 13,80. И это каждое повышение продолжается. Да вы сделайте что-то единое. Не повышайте для автобусов топливо. Какие-то запчасти не повышайте. Ну, вы власть. Ну, вы же не ездите на маршрутке. Вы только знаете, с кого содрать. За ЖКХ. За проезд. Ну, что еще сказать? Здравствуйте. Меня зовут Сергей Иванович. Фамилия моя Перфилов. Юрий Иванович описал ситуацию в транспорте, на транспорте в Воронеже. Все правильно. Абсолютно все, что он рассказал, это сущая правда. К этим словам я полностью присоединяюсь. Не только я, еще там многие наши товарищи присоединятся, а те, которые не боятся, еще и на камеру скажут. Что добавить от себя хотелось бы, чтобы быть менее многословным? Вот мы ходили в разные двери большие. И к начальнику БЭП, и к начальнику управления, не в трудовую инспекцию, прокуратуру, я не ходил, а не ходили. В любые двери приходишь, и даже здесь мы находясь, рассказывает Юрий Иванович, и вы не удивляетесь. Никто даже не удивился. Ни начальник управления. Говоришь, вот так и так, вот нам 4 года назад 15-16 миллионов украли у нас, ну если называть вещи именами, не украли, ну куда-то делись, так скажем. Я же не могу употреблять такие слова. И никто не удивляется. Говоришь, вот зарплату на 3 месяца задерживаем. Никто даже ухом не ведет. Начальник управления слушает, как будто так и надо. Начальник УБ послушает, как будто так и надо. А юрист говорит, а вы что, а вы зачем подписали договор о безвозмездном пользе? Вы же сами виноваты, вы же сами подписали, куда вы шли. И опять никто не удивляется. А спрашиваешь, а почему договор такой существует, имеет право на жизнь? Ну вот сейчас предприятия, они сами имеют право. На каком основании мы платим им деньги за аренду? И вопрос тут же, а где мы их берем? Чтобы заплатить за аренду, мы их должны где-то взять. То есть, получается, либо украсть, либо где-то еще заработать. А когда, если мы продолжаем работать на маршруте? Получается, что мы на своих автобусах работали на маршруте, правильно? Деньги уходили через банк «Пассажир Транс» и куда-то девались. А мы подписывали договор. Говорим, а почему такой договор? Ой, да вы знаете, мы не хотим налоги платить. А если вы не подпишете, то вообще-то мы вас не возьмем. Но это ладно. Когда мы первый раз обожгались в «Пассажир Транс» и нас утешали. Дескать, вы не волнуйтесь, сейчас вам не платят, вот сейчас тендер, в феврале пройдет тендер. И вас частнику передадут, и вам начнут платить, и все будет у вас нормально, и прям заживем. Проходит время, но я примерно чувствую, даром не первый год живу, чем это кончится. Но интересно же, в каких этих красках все это будет выглядеть. Переводят нас. Эти добрые люди, которые работали в «Пассажир Трансе», они уже, оказывается, учредителями работают в «Отдыхе плюс». И они нам сразу заявляют, первый указ, мы прям вам будем платить зарплату прям вот 25-го числа, в следующем месяце. Простите. А где его? В такие сроки платится зарплата. Это уже они месяц за дел берут себе. Потому что если плюс-минус 5 дней, это уже месяц. Ну, правильно? И начинается, сначала они платили 30-го числа, потом 5-го, 10-го, потом 15-го, полтора месяца, все улыбаются. Некоторые, у кого алименты, кому совсем нелегко, у кого там совсем ничего нет, начинают возмущаться. Люди уже и уходят. Два месяца задержка. Два с половиной. Начинаем вопросы, почему, когда, да вы знаете, банк задерживает. Вы знаете, вот такой вот банк, вот они такие вот всякие нехорошие, чем больше денег, тем больше они задерживают. Ай-яй-яй-яй-яй. Три месяца, три с половиной месяца. Мы просим, отдайте кусок. С пятого раза на тебе кости 17 тысяч получи, остальные потом опять просили. И вот так вот мы работаем. Один товарищ кому-то рассказал, ему говорят, очень хорошо ему ответили. Говорят, а вы что там все уголовники? Почему вам зарплату не платят по три месяца? Я так подумал, подумал, думаю. Наверное, мы правда уголовники или еще хуже, раз с нами так обращаются. Но почему, если мы купили автобусы для того, чтобы работать, а люди, которые не имеют автобусов, получили право с нас собирать деньги? И они называются перевозчиками, эти люди, которые с нас собирают деньги, называются официально юридическими перевозчиками. А мы, которые перевозим людей, называемся никем. Водите, в лучшем случае. Вот я хочу обратиться к мэру города Воронежа, к Стенину. Ну и, наверное, к губернатору Гусеву. Вы, наверное, тоже посещаете магазины города Воронежа, покупаете там что-то. Вам, наверное, на кассе дают чек о покупке. Здесь же мы, когда идем платить за маршрут, нам никогда не дают приходно-кассовый чек. Все это приходуется на каких-то отдельных листочках, тетрадках. Отдал денежку – поши дальше. Не отдал – мы тебе на линию не выпустим. 21 век на носу. Кто-нибудь что-нибудь проверял? Ремонт на улице, в мороз, в холод, в дождь. У многих артроз. Вот я на пенсию вышел, двухсторонний артроз, что я заработал. Ну, просто смех. Сказать нечего. У всех положено по закону. Боксы должны быть для ремонта. Ну, чтобы заехать в бокс этого частника, я должен заплатить денежку. Не хочешь платить – ремонтируйся на льду. Что я еще хочу сказать. Значит, все эти перевозчики имеют свою территорию. Вот у меня зарплата – 3,5 тысячи официально. А вот у меня есть приходный кассовый чек. Я плачу 3,700 месяц за стоянку. Где же я еще 200 рублей взял? Ну, наверное, мать дала мне. Слава богу, жива еще 81 год. Ну, стыдно, господа начальники. Разберитесь. Сделайте единый договор аренды. Или отдайте все вареньш пассажир трансу. И пусть они все маршруты обслуживают. А мы пойдем на стройку.